Открытое сердце Дорогие друзья наши, слушатели в Портленде, Ванкувере, я вас приветствую. Меня зовут Ольга Онищенко и я сегодня буду проводить авторскую программу, которая называется «Открытое сердце» на Славик Фэмили Радио. Сегодня, дорогие друзья, как вы видите, я в студию одна и сегодня я совершаю подвиг, потому что я никогда еще не проводила эту программу сама. К сожалению, люди, которые должны были быть моими гостями сегодня, заболели. Зима и это случается. Слава Богу, я не болею. Очень редко болею. Можно сказать, никогда не болею. И очень сильно благодарю Бога за это. Сегодня, друзья дорогие, я буду идти по главам и просто немножко больше расскажу, что в моей книге. Если вы видите, вот пазл Илюша. Перед вами стоит книга на английском языке, а русскую книгу я держу в моих руках. Когда вы откроете книгу и прочитаете первую, заголовок, подзаголовок на первой главе, там написаны такие слова. «Узнай о своих родителях и прародителях, и так ты много узнаешь о себе». Хочу поделиться моим опытом, что книга, вообще-то, главная цель – это поделиться огненным испытанием моей жизни и поддержать кого-то, проходящего трудности, поделиться жизненными уроками. И это, конечно, было моё время исцеления душевного. Но я столкнулась с такими трудностями в жизни, с такими вызовами. Чтобы вы больше меня поняли, почему я сделала этот выбор или этот, я решила, что важно, очень важно описать, кто мои родители и прародители, чтобы читатель понимал, кто я, кто меня воспитал, в какого Бога я верю, какие мои ценности. И поэтому я начала мою книгу из таких слов. «Узнай о своих родителях и прародителях, и так ты много узнаешь о себе». И, честно вам скажу, я очень много узнала, особенно о моих бабушках и дедушках, и о моих родителях, того, чего я раньше не знала. Я знала достаточно, но писала я книгу в 33 года, и я много историй слышала от бабушек, но, скорее всего, я их забыла, потому что это не было важно в моей жизни. Но когда я столкнулась с трудностями, когда я столкнулась с согнанными испытаниями, мне захотелось узнать, кто я, кто мои бабушки и дедушки, кто мои родители, а что моя фамилия значит, вообще где мои бабушки и дедушки родились, откуда мои корни. И я что узнала, это я описываю в первой главе, что мои дедушки и бабушки родом из Украины. Отец моего папы, Александр Васильевич Лапин, родился вообще-то в Одессе, и я никогда этого не знала, узнала только недавно. Но жил он на Украине, поселок Ракитно. Дедушка по маминой линии, Петр Лысенко, родился, вот кажется, он в Савинцах родился, тоже на Украине, Киевская область, Ракитнянский район. И оба дедушки, они воевали во время Второй мировой войны. И дедушка Папин, отец, он был верующим, а отец мамы был, ну, можно сказать, тоже верующим, по-своему православным. И во время Второй мировой войны, когда разразилась битва, мой дедушка Петр Лысенко, он был, и он видел, как все солдаты вокруг падали, ранены, убитые, и он понял, что ему не избежать смерти. И он взмолился, Господи, если ты жив, оставь меня живым, я выйду отсюда, я буду тебе искренне верно служить. Дедушка Петр Лысенко вышел, ну, он остался жив, и пришел, когда он домой после войны, конечно, трудно ему, приходилось идти, прятаться надо было от немцев, и в плен его забирали. И он на ходу с двумя другими солдатами вылез на крышу поезда, и они на ходу, на большой скорости, прыгали с крыши, чтобы сбежать, потому что их везли в Auschwitz концентрационный лагерь. И здесь опять Бог являет ему милость, и Петр Лысенко прыгает, один из первых, и за ним два солдата, два солдата расстреляли. Петру удалось сбежать. Чудом наш дедушка остался жив. Когда он пришел домой с войны, он нашел баптистскую церковь, и там покаялся, и начал служить Богу. Там он встретил свою жену Марию Лысенко. А дедушка Александр Лапин тоже вернулся, ходил он тоже в баптистскую церковь. Потом произошло кое-что в его жизни, и он по-новому начал видеть Бога. Он получил духовное крещение, и он открыл, организовал пятидесятническую церковь, где он женился на своей прекрасно возлюбленной Анне Лапин, девичья фамилия Сатыр. И у них образовалась пятидесятническая церковь, которая существует и до сих пор. Это церковь в поселке Ракитно, Киевская область. Сейчас там является пастырем брат моего папы Владимир Лапин. А дедушка ушел к Господу уже лет десять назад. Дедушка Петро Лысенко, он покаялся в баптистской церкви, там женился на своей возлюбленной Марии Лысенко. И тоже они услышали о духовном крещении, вышли из этой церкви и открыли свою церковь, пятидесятническую. И там он был пастором, и у них было много детей. У обоих моих бабушек и дедушек было много детей. Мама моя, Вера Лапин, третья в семье. А дедушка Петро был на войне ранен, и у него была опухоль в голове. И был момент, когда он был при смерти. При смерти был, но большим-большим чудом его Бог исцелил по молитве детей. Все подробности я описываю в книге. И вот так дедушка Петро с бабушкой Машей родили. Вот кажется, у них было девять детей, и он прожил до глубокой старости. Девяносто два, девяносто четыре года. А дедушка Александр Лапин с Анной Лапиной тоже родили, кажется, девять или десять детей. И прожили тоже бабушка шестьдесят три года, дедушка, кажется, восемьдесят два. Так что у меня огромное родство, много двоюродных братьев и сестер. И интересная жизнь. Очень интересная жизнь. Отзыв какой я услышала об этой главе человека, который читал мою книгу. И с первой же главы она мне написала. «Оля, я как только открыла твою книгу и прочитала первое предложение, узная о своих родителях и про родителях, и так ты много узнаешь о себе, я начала очень горько плакать, потому что у меня было очень-очень тяжёлое детство. И вот именно читая эту историю, она смогла выплакать, она смогла продумать всё. И как бы сказать, когда человек плачет, когда человек опускается в своё прошлое, в свою боль, он всё-таки находит ответы на свои вопросы. И я верю, что это процесс исцеления. Когда человек заглядывает в свою душу, проверяет, что произошло, это процесс исцеления. А в конце книги я описываю, как история моих бабушек, дедушек, и как я узнала, кто я, куда я иду, почему я здесь вообще живу, и откуда мои корни, о чём я расскажу попозже. Вторая глава моей книги начинается вот таким подзаголовком. «Ты никогда не узнаешь важность свободы, пока ты её не потеряешь. Мы выехали в Америку в 92-м году. И мы, эмигранты, я думаю, все смогли оценить нашу свободу, потому что мы знаем, что такое, когда свободы нет. Я сильно не столкнулась с гонениями и притеснениями на верующих. Немножко помню об этом, но мои родители, бабушки, дедушки много-много рассказывали о гонениях. И когда они приехали в Америку, они оценили, что такое свобода. И в моей книге я описываю наш переезд в Америку. Наш первый опыт, когда мы увидели мороженое в ведёрках, когда мы увидели множество фруктов и овощей, когда моя сестра спала с апельсинами под подушкой, потому что она знала, думала, что их завтра не будет. В Америке я первый раз попробовала бананы. И я описываю, как было нелегко, потому что наш папа тоже историю его и описала, как в 30 лет он потерял правую руку. Он очень сильно её ударил, поранил. Она опухла и образовался рак кости. Ему пришлось отрезать руку. Но, несмотря ни на что, они с мамой родили 10 детей. И вот огромная наша семья приехала в Америку. Это было тоже немаленькое испытание нашей веры. Пришлось доверять Богу во всём. Мы жили в очень маленьком двухбедровном апартменте. И папе было нелегко получить driver's license без правой руки. Маме, я помню, она часто засыпала со словарём в руках. Она учила английский. И с первых дней в Америке она работала. Она работала в то время, как папа был на пенсии. Я тоже с 14 лет работала. Сейчас 2018 год. А это был 1992 год. И в то время моя первая работа летняя. В 14 лет я работала в детском саду и зарабатывала 4 доллара и 25 центов в час. Ну вот, знаете, жизнь летит. И часто мы забываем, что было раньше. Но когда я писала книгу, дорогие друзья, я очень много узнала о себе. И очень рада, что я написала, потому что очень много вспомнила. И уже когда я перечитывала не один раз, я просто думаю, вау, я уже это забыла. Как я рада, что я это написала. Я думаю, когда человек читает нашу книгу, он вспоминает свою эмиграцию в Америку. И здесь я также описала историю эмиграции моего мужа, когда в аэропорту они потеряли 10-летнюю дочь. Когда старший брат, ища эту же сестричку, опаздывает на самолет. Как семья была разлучена, как мама горько плакала, переживала. И как они были соединены, опять же, в Сан-Франциско, в Америке. Да, так что книга интересная. Другая женщина, которая читала мою книгу, она говорит, я вспомнила, когда мы только прилетели в Нью-Йорк, и у дедушки схватило сердце, и ему пришлось на скорую помощь уехать в госпиталь. У нас история эмигрантов интересная. И я считаю, мы должны как-то записывать эти истории, делиться с нашими детьми, чтобы они помнили, откуда мы пришли. И какое наше прошлое, чтобы они ценили то, что они сегодня имеют. Хочу рассказать один случай, когда в первый год в Америке у моего папы были трудности с его рукой, и ему пришлось делать очень серьёзную операцию. И две недели он лежал в кровати больной. Когда человек больной, и когда ты в чужой Америке, и у него было, ему было очень тяжело, можно сказать, даже вот депрессивное такое состояние, он много плакал, ему было тяжело привыкнуть в Америке, потому что родители, все братья и сёстры были там на Украине, мамины родственники были в Америке. И в один день к нам приехал директор со школы. И почему он приехал? Потому что мой младший брат с кем-то подрался в школе. Ну, что-то там произошло, какое-то недопонимание, и этот директор приезжает домой, чтобы рассказать маме, какой же наш брат вредный, ну, кого-то там побил. А он старается с мамой говорить на английском, а мама отвечает ему на русском. И этот директор немножко так растерялся, и не могут они понить друг друга, потому что ни директор по-русски не говорит, ни мама на английском языке. И он увидел, у нас апартамент был маленький, он увидел, что папа лежит на кровати после операции, он увидел, что у нас пустой апартамент, что у нас нет мебели, что мы только приехали с Украины. И он так много ничего не сказал, уехал. Через час он приезжает на траке большом, и весь загружен мебелью. Он поехал куда-то в Гудвилл, или я не знаю куда, набрал мебель, и все, что мог, и диваны, и лампы, и столы, и там тумбочки всякие, и привез нам вот эту мебель, и выгрузил, и это было приятно до слез. Дорогие друзья, вот такие истории, я все описываю мои книги «Фазл», «Люши», это воспоминания, это история. Я также описываю много о семье моего мужа, о Сергее и Ольге Янищенко, какие трудности их семья проходила, как они тоже устроились в Америке. Они были одними из первых эмигрантов в 1988 году. Приехали в Калифорнию, Сан-Франциско. Сначала жили в Сан-Франциско два года, и потом два уже переехали в город Модеста. Третья глава моей книги, вот такое написано под заголовок. «Брак на всю жизнь, оставайтесь верными друг другу и в радости, и в горе». И здесь я описываю нашу историю любви, как я познакомилась с моим мужем, как я переживала о том, я понимала, что брак на всю жизнь, я понимала, что я не могу просто с кем-то дружить. А меня родители воспитали вот в страхе Божьем, и если ты выходишь замуж, это на всю жизнь. Мы как-то верили, что развод — это грех. Хоть сегодня я понимаю, что, конечно, лучше развестись с человеком, который тебя насилует и сбивает. Но для верующих семей мы верим Бога, и как бы Бог на первом месте. И обычно верующие семьи живут хорошо, и я понимала, что брак на всю жизнь. Следующая глава моей книги, как я уже сказала, это третья глава. «Брак на всю жизнь. Оставайтесь верными друг другу и в радости, и в горе». Здесь я описала историю нашего знакомства с мужем, нашу любовь, и я вам скажу, не всё так было просто. Я не знаю, кому бывает просто, мне было очень непросто. И пришлось ему ждать, и я очень много молилась. И, конечно, в день бракосочетания я почувствовала огромную любовь к моему мужу, и скажу, слава Богу, что Бог благословил наш брак, и эта любовь длится до сегодняшнего дня. Муж меня очень сильно любит и поддерживает во всём, что я не делаю. Одна женщина со мной поделилась таким отзывом. Она говорит, «Оля, был день, когда…» Говорит, «У нас большие проблемы с мужем». И в один день он уже просто хлопнул дверями и говорит, «Достала уже всё, я с тобой разведусь». И он ушёл, она говорит, «Я просто сижу и плачу». Ну, я это слала книгу, и как раз за три дня до этого. И она говорит, «Вот так взгляд упал на твою книгу, и я её просто вот так открыла. И я её открыла. Вот, говорит, как ты думаешь, где? На третьей главе». И там пишется вот эта фраза, «Брак на всю жизнь, оставайтесь верными друг другу и радости в горе». И она говорит, «Я как начала плакать, и Бог меня начал очень сильно обличать в том, что я поступаю с мужем неправильно. Не только он, но и моя вина там есть очень много. И я мысленно, говорит, я плакала, вот просто каялась, и пришёл муж, мы как бы помирились. Но, говорит, ещё очень много предстоит работы над собой. И говорит, «Когда я читала, меня очень сильно обличала совесть, потому что молодость провела я неправильно». Так что я верю, что каждая страничка моей книги, каждая строка, каждая глава, она говорит по-своему. И не каждый осмелится рассказать свою историю и описать правду. Мне это заняло 7 лет. Это не было не только написание книги на русском и английском языке, это была работа над собой, работа над тем, чтобы всё написать правильно, а самое главное – не скрыть правду. Правду говорить не всем хочется, но иногда надо говорить правду, чтобы помочь именно кому-то найти это душевное исцеление. Недавно я разговаривала с женщиной, которая выросла в церкви, но когда большая беда случилась в её семье, она была ещё девочкой небольшой, говорит, церковь меня не поддержала. И она вчера говорит, Оля, я против религии. Извини, но я против религии. Эта женщина проходит нелёгкое время, заняла очень большое время, чтобы ей исцелиться, восстановиться. Она по-своему ищет Бога, но церкви её просто оттолкнуло. И я за церковь, я за Бога, я за народ Божий, я за верующих людей. Но часто очень неосторожное слово, очень такой поступок ранит людей, и не каждый может с этим справиться. И вот четвёртая глава в моей книге, она под заголовок такой, «Ты никогда не узнаешь свои настоящие ценности, пока не столкнёшься с трудными настоящими жизненными выборами». Хочу сказать то, что до этого мы оба родились в верующей семье, мы, ну, кажется, любили Бога, вот ходили на собрания, как все. Мы были очень хорошими верующими такими, но пришёл момент, когда, я не знаю, с какой радости, вот мы просто вечером всегда перед сном вставали вот возле кровати на колени с детьми нашими, у нас уже было трое детей, и мы всегда молились, каждый вечер с семьёй. И я так слышу, мой муж произнёс вот такую молитву, «Господи, я устал быть тёплым христианином». А что такое тёплый христианин? Тёплый христианин – это человек, который не горячий, не холодный, он тёплый. А кто читает Библию, в Откровении написано, что лучше бы ты был тёплым, холодным или горячим. Это значит, лучше бы ты был очень искренним, горячим христианином или вообще неверующим. А когда ты тёплый, это христианин, который толком и Бога не знает, и говорит, что я верующий, но поступает не совсем правильно. Иногда своими поступками позорит имя Бога, иногда обманывает, иногда ворует. И вот именно, я не знаю, с какой радостью мой муж вот так помолился, говорит, «Господи, я стал быть тёплым христианином». Хоть он был очень хорошим человеком, он, я насколько знаю, не воровал, не обманывал, но вот он что-то хотел больше. Он говорил, если я верю в Бога, я хочу знать, кто мой Бог. И он говорит, «Господи, я так устал быть тёплым христианином, я хочу знать Тебе реально. Пошли в жизни мне такую ситуацию, которую покажет, кто ты есть на самом деле». Знаете, я вот так стою рядом, молитва, и у меня вот просто дрожь по телу. Я вот почувствовала, что что-то страшное и ужасное произойдёт в моей семье. Я так что-то забоялась, подумала, что что-то случится с моим мужем. Но стою и думаю, я мужа очень сильно любила, и думаю, ну, он знает, что он просит. Это его личная жизнь с Богом. И с тех пор, конечно, его жизнь очень сильно изменилась. Он просто вот стал другим. Ну, раньше так читал Библию, иногда детям говорю, почитай Библию, он так почитает Библию, что дети уснут. Было как-то неинтересно, но с этого момента он стал другим. Он как-то прилепился к этой Библии. Он начал очень сильно изучать. И я помню, он начал с главы Кремлина, и он приходит каждый день, вот глаза вот такие сияют. Но сначала не так. Он сначала приходит, говорит, слушай, я вот читаю, я ничего не понимаю. Он прочитал послание к римлянам один раз, потом он прочитал послание к римлянам второй раз, и потом он прочитал его третий раз. И говорит, я не понимаю, кому апостол Павел пишет. Я сбил вопрос, сейчас отвечу через пару минуток. Мне пишет вопрос. Добрый день, электронный экземпляр книги вы не распространяете? Эдуард, хороший вопрос. Спасибо вам огромное. У меня книга есть в электронном экземпляре на английском языке, она продается на Амазоне. На русском языке я, к сожалению, еще не разобралась, как это сделать. У меня есть мой веб-сайт. Амазон не разрешает мне продавать мою книгу на русском языке в электронном экземпляре. Пока я с этим еще не разобралась. Если бы вы мне помогли, я бы очень сильно была вам благодарна. Но книга есть также уже в аудиоформате. Опять я еще над этим работаю. Спасибо вам огромное за вопрос. И если вы мне напишите ваш номер телефона, я вышлю вам кифт-карт, как я обещала, потому что вы спросили. Очень хороший вопрос. Спасибо, Эдуард. Возвращаясь к главе четвертой, муж мой, он говорит, если я хочу понять, что пишет к посланию к римлянам апостол Павел, я должен вернуться к временам Иисуса Христа, Моисея, апостолов, и поучиться у раввинов, поучиться у мудрецов. Я хочу разыскать эти еврейские корни истины. И он начал очень сильно изучать Библию. И до сих пор это продолжает делать. Но с другой стороны, в это же время наша семья начала проходить большие трудности. Я поранила плечи. Я два года жила в болях. И тот человек, кто живет в болях, вы понимаете, что это такое. Вскоре наша вся вот наша наша дел, мы все потеряли работу. А 3000 долларов в месяц, минус, это большие деньги. А в то время мы купили огромный дом, новые машины. Честно сказать, это было большое испытание. Мы понимали, что мы можем потерять все. Билы были большие, много долгов. И вот такие трудности. И в то время умирает отец моего мужа. Было очень тяжело это все пережить. И начинаются у нас трудности финансовые. Мы вступаем в фазу вот таких испытаний. И меня пригласили мои подружки на одну из молитв. И Бог проговорил ко мне. Я вижу твои переживания. Но все, что мне от тебя хочется видеть, это твоя хвала. Я хочу слышать от тебя просто благодарение. Я тебе во всем помогу. И с тех пор я вот стою на молитву. У меня много проблем. Нечем белы платить. Работу теряю. А вот плачу, но из уст моих только хвала выходит. Я не знаю, что происходило. Это Бог так делал. Я только благодарила Бога. Это приблизительно длилось где-то год. И пришло время. Я потеряла работу. Но мы продали машины, постарались избавиться от всех своих долгов. За дом мы не могли платить. И понимали, что можем потерять. Даже я вот в бесплатный магазин ходила. И знаете, это было время, когда нас Бог научил. То, что ты имеешь, ну не гордись. Это не твое. Если ты думаешь, что у тебя дом лучше всех, ты можешь потерять его в любую секунду. Если ты думаешь, что у тебя машина лучше всех, ты можешь потерять в любую секунду. А если ты думаешь, что герой такой здоровый, ты можешь здоровье потерять в любую секунду. Я Бог над всем. Я всем контролирую. Я могу забрать у тебя это всё в одну минуточку. И Бог нас научил большому терпению и смирению. Мы поняли, что мы можем потерять всё в один миг. И мы поняли, что это огромная милость Божья, когда у нас все есть. Прошло пару лет, наше финансовое состояние улучшилось, и также с домом дела наладились, мы смогли сделать модификацию займа, смогли платить за дом доступную цену. И мы как бы всегда хотели детей, и здесь нам Бог подарил четвертого ребеночка. И вот именно когда я пошла к врачу, беременность была очень тяжелая, и врач сказал такую новость, Оля говорит, у тебя два плода. Получается, если так взять, то у нас в общем пять детей, но один из них вообще даже никогда не развился, он как выкидыш получился, второй развился, но левая часть сердечка не развивалась, и беременность была очень тяжелая. И здесь мы столкнулись вот с тем, что нам пришлось взвесить все, задуматься, какие же ценности у нас в жизни, поступаем ли мы так, как мы говорим и верим. Потому что мы услышали от доктора страшную новость, и что ребенок жить не будет, у него левая часть сердечки не развивается, делайте аборт. Почему вы мучаете ребенка из себя? Первый специалист так сказал, второй специалист так сказал, и третий специалист так сказал. Ну, конечно, это вопрос спорный, каждый будет поступать так, как он понимает. Но я скажу, что мы с мужем не смогли сделать аборт, мы дали ребенку все шансы на жизнь, но это было огромное испытание веры. И опять же здесь пишется, ты никогда не узнаешь свои настоящие ценности, пока ты не столкнешься с трудными настоящими жизненными выборами. Именно в это трудное время мы взвесили все, мы искали Бога, мы искали ответы на наши вопросы, за что, почему, почему я, Господи. Это были мои вопросы, и мы понимали, что мы не можем так поступить, мы должны так поступать, потому что именно так воспитали нас наши родители, наши дедушки, бабушки. И здесь еще, как семья верующего в Бога, мы столкнулись с большим испытанием. Которая в конце сделала нас сильнее, мудрее, терпеливее. Но это было очень больно, когда мы обратились в церковь, в которую мы ходили, и ожидали молитвы, ожидали помазаний, елеем. Но нам задали следующий вопрос. Где вы нагрешили? Бог не дает больных детей верующим людям. Разбирайтесь, где его нагрешили. Нас даже не помазали елеем и не помолились об исцелении. Эту часть моей книги я долго не решалась написать. Как я говорю, книгу я писала семь лет. Эта часть моей жизни до сих пор болит. Знаете, иногда говорю, легче пережить смерть сына, чем вот такие раны словесные. Я давно простила. Но почему я все-таки написала эту часть в моей книге? Потому что я знаю, есть много сердец, которые до сих пор не могут простить. Служителей, которые до сих пор не могут простить себя. И которые до сих пор не могут простить Бога. Часто люди винят себя за то, что они не делали. Или же до старости просят прощения за то, что они где-то, когда-то сделали какую-то ошибку. Поэтому я поделилась моим опытом. Показала, какую боль я перенесла. Какое непонимание Бог допустил. Как все-таки мы смогли это прожить и простить. Так что ты никогда не узнаешь твои ценности, пока ты не столкнешься с трудными жизненными ситуациями. Второе было испытание моей личной веры. Я не знаю, как мой муж. Муж мой всегда держался и был близко, очень близко к Богу. Но в момент, когда еще второе, с чем мы столкнулись, нам передали ложное пророчество, что Бог исцелит ребенка в утробе матери, этого не произошло. И когда я родила сына, и я так ожидала, что Бог его исцелит. Я верила, что Бог его исцелит. И здесь приходит кардиолог и говорит, что все проблемы с сердечком вашего сына есть. Он родился на 10 недель раньше. Я была на волоске от смерти. И он говорит, что ему надо срочно делать операцию в открытом сердце. По-другому он жить не будет. Хотите ли вы его спасать или нет? И когда он родился, ему дали 1% шансов на жизнь. И меня говорят, ну что, спасать или нет? А я в это время, среди ночи, мужу не могу дозвониться. И вот каждая мама, просто представьте себя на моем месте. Я не могла сказать, не спасать. Я сказала, спасайте, если даже ребенок умрет. А они должны были делать кесарево сечение, если даже ребенок умрет. А шрам об этом будет мне напоминать о нем. Мы дали ребенку все шансы на жизнь. Он прожил 7 месяцев, 8 дней. Когда приехал мой отец в больницу, и он увидел это все, и он мне сказал такие слова. Это папа мой, который в 30 лет потерял правую руку, который всю жизнь инвалид, который родил 10 детей, который глубоко верит в Бога. И он мне говорит, Оля, если бы перед родами ты мне позвонила и сказала твою ситуацию, я бы тебе сказала не спасать ребенка. Знаете, только сильный отец может сказать такие слова. Только человек, знающий, что такое боль, может сказать тебе такие слова. И я думаю, если бы мы решили не спасать ребенка, нам бы это не уменилось в грех. Но я была неопытная мама. Я понимала, что я должна дать сыну все шансы на жизнь, о чем я сегодня не жалею. В одно время мне было тяжело слышать эти слова от отца. Мне заняло время, чтобы это понять. Сегодня я ему очень сильно благодарна, потому что я знаю, как он нас сильно любит. И я знаю, что родителям, бабушкам, дедушкам болит еще больше, когда мы проходим трудности. Когда родился сын, и когда я увидела, услышала, когда он такой крохотный родился, 3 паунда, это полтора килограмма. И доктора говорят, у него очень больное сердце, левая часть вообще не развелась. Или делать операцию в открытом сердце, или дать ему умереть. Мы говорим, мы соглашаемся на операцию, мы дадим ему все шансы на жизнь, пускай Бог сам распоряжается. Бог дал ему жизнь, когда надо будет время, он заберет. И в этот момент, когда ушел кардиолог, и остались в комнате я и муж, знаете, я была на волоске от того, чтобы отказаться от Бога. А 3 часа раз и навсегда. Я кричала к Богу 7 месяцев беременности. Я даже не съем, это было 4 месяца прошло, после того, как мы узнали, и небо было закрыто. Бог не отвечал, Бог не исцелил нашего сына. Он просто молчал. Еще, как говорят, что Бог тебе наказывает. За что Бог мне не наказывает? Я не знала, за что Бог мне может наказывать. Потому что я не грешила. Ну, не грешила я. Я не обманывала, не воровала. Я не изменяла моему мужу. Я была хорошим, нормальным человеком. Но в этот момент мы с мужем просто посмотрели друг на друга и говорим, знаешь, было очень больно в этот момент, говорим, а где-то пророчество, которое не сбылось. И мы говорим, Бог есть Бог, люди есть люди. Люди могут говорить и пророчествовать, потому что они хотят ей как-то помочь, но этим делают еще больнее. А Бог, Он не изменил своему Слову. Хоть и Бог молчал, хоть и Бог не говорил к нам, не исцелял, но мы знали, что Он рядом. И я вот чувствовала себя. Вот какое-то спокойствие было. Как будто вот Бог держал меня на своих руках, и ангелы меня охраняли. Хоть в тот момент, я говорю, я была близко, как Иов в своем страшном состоянии, когда вы читаете книгу Иова в Библии, когда он потерял всех детей и болел страшной проказой, мучения были очень сильными, и жена ему говорит, прокляни Бога и умри. И я этого не сделал. Он остался верным Господу. Следующая глава нашей книги под заголовок такой. Не бойся, ибо Бог всегда с тобой, даже если ты его не видишь. В этой главе я описываю все ужасы, которые мы прошли. Как я оказалась в больнице на 10 недель раньше, как моему мужу пришлось отправлять детей в школу. Он даже не знал, где их автобусная остановка. Ему пришлось их накормить, одеть, собрать ланч, еду в школу, вывезти на остановку автобусную, отправить в школу, еще успеть на работу. А мужчина обычно этого не делает. Ну вот именно мой муж этого никогда не делал. И это было emergency. Это было то время, когда ему пришлось столкнуться с тем, что он никогда не делал. Он больше недели был сам дома с детьми. И как я слышала, он тогда говорил моему брату, что я почувствовала, что такое быть отцом-одиночкой. И, дорогие друзья, мы никогда никого не поймем, пока сами не почувствуем это на своей шкуре. Здесь я немало описываю о том, как я первых троих детей кормила грудью. И, может, кому-то неудобно об этом слушать, но я работала на ВИК-программе долгое время и особенно помогала мамам, кормящим грудью. Это не так всегда бывает просто. Кто-то успешен, а у кого-то много боли и успеха нет. Кому-то приходится использовать молокоотцос, у кого-то недоношенный ребенок, находится в месяц в госпитале. Это нелегкий процесс роды. И большая благодарность нашим мамам, сестрам, бабушкам, которые находятся рядом в этот момент. Благодарность церквям, которые организуют группы поддержки, и женщины готовят еду и привозят таким семьям. Потому что очень часто случается то, с чем ты никогда не сталкивался и чего не ожидал. И здесь я описываю, как мне первый раз в жизни пришлось использовать молокоотцос. Как мой ребенок не мог брать грудь. И когда он взял грудь первый раз, какое-то было блаженство, блаженное чувство, как я была Богу благодарна. А когда больной ребеночек, ему тяжело улыбаться. И когда ты видишь его улыбку в первый раз, ты осознаешь, что я никогда так сильно не благодарила Бога за то, что мои первые трое детей родились здоровыми. Что я смогла кормить их грудью больше года. Что они улыбались. Что они вот здоровенькие. Я так сильно, я всегда благодарила Бога. Но я не ценила, я не понимала, какое это благословение большое. Какая, можно сказать, как мне повезло, что у меня все хорошо. И только когда ты держишь ребеночка, который слабый, которого нету силы даже взять грудь, у него нету силы улыбаться. Он родился, он здоровенький. На вид он был прекрасный, здоровый малыш, но сердце было очень слабое. И в этот момент ты осознаешь, что все, что было раньше, какая это радость, какое это благословение. Как я мало благодарила Бога. Так что, дорогие друзья, когда возрождаются здоровенькие дети, они растут. Благодарите Бога, потому что может быть хуже. И часто, когда ко мне уже, потом я работала консультантом по грудному кормлению, уже после смерти сына, ко мне приходят мамы и вот говорят, ох, я так устала, не выспалась. Мой ребенок всю ночь кричал. А я говорю, знаете, когда ребенок кричит и плачет, это значит, что у него есть сила кричать и плакать. И это означает, что он здоров. Благодарите Бога, что он может кричать и плакать. Потому что ребенок больной, у кого нет силы, он может даже не кричать и не плакать. Во всех этих ситуациях меня жизнь научила быть благодарным Богу за каждую малейшую мелочь. Седьмая глава в нашей книге следующая. Молитвы близких людей и друзей дают нам уют и силу и напоминают, что мы не одни. Хочу сказать, что раньше как-то я слышала одного проповедника, он говорил такие слова. Молись наперед, молись, потому что когда придут трудности в жизни, у тебя может не быть силы молиться. И знаете, я с этим столкнулась. Не всегда была сила молиться. Были силы просто выйти. Я ехала в машине, я просто вылок Бог. Я ревела, я не могла два слова сказать. Иногда я просто ревела. Иногда, когда ты начинаешь молиться в таком состоянии, у тебя голова трещит. Ты просто не можешь молиться. Иногда у тебя просто даже нет времени поплакать и помолиться, потому что в этой суматохе ты бежишь из госпиталя, в госпиталь каждый день, и утром, и вечером. Но ты ощущаешь вот эти молитвы твоих родных, молитвы церкви. Хоть у нас и получилось недопонимание, но молитвы церкви продолжались. Мы смогли наладить наши отношения, простить, вернуться в церковь. И за нас очень многие молились. И мы очень благодарны Богу и нашим друзьям до сих пор, потому что мы чувствовали эти молитвы. Так что, дорогие друзья, молитесь друг за друга. Особенно, когда вы знаете, что человек проходит трудную ситуацию в жизни. Я хочу поделиться одним случаем, когда уже потом, уже после наших трудностей мы пришли в еврейскую мессианскую общину, потому что нас туда влекло сердце. Мы узнали, что у нас еврейские корни. Много чего мы вычитали из Библии. Мы просто как-то понимали жизнь. И вот именно так, более-менее, как понимал этот пастырь, как эта община, и мы начали туда ходить. И я столько выплакала в жизни, что всё, что я хотела делать, это просто радоваться. И мне там было хорошо, потому что песни очень весёлые, душевные, проповеди с глубоким смыслом, и хороводы. Вот именно мне очень нравилось в этой общине. И я помню, я прихожу на собрание, и я как бы узнала, вот три женщины там было, и я узнала, что одна на лезвие развода, у другой недавно дочь убили. Третья просто разведённая. И у меня вот всё было хорошо, а я вот три недели подряд, я вот просто стояла, у меня слёзы льются граном, я стою и молюсь за этих женщин, я не понимала, что я даже делала. Но тогда просто, это было после моего свидетельства на женской конференции, где я не хотела рассказывать мою боль, но Бог меня вразумил, делись самым страшным, что-то прошло в жизни, и через это я буду исцелять сердца людей. И вот это происходило в моём сердце, я просто плакала, молилась за этих людей. И когда мы поехали на женский ретрит, эти именно женщины выходили и говорили, что я готова простить убийцу, я готова сохранить мой брак. Я видела, как Бог именно исцелял эти сердца. И в тот момент я поняла, что очень много людей молились за меня, когда я проходила трудности, я этого даже не знала. Может быть, я даже этих людей не знала. Я знаю, что по радио объявляли, моя сестра звонила, просила, я помню, Сергей Козлов вёл передачу, и я знаю, что по радио 10.10 в то время молились за нашу ситуацию. И сегодня ещё и ещё раз хочу поблагодарить, дорогие друзья, кто за нас молился. Так что молитвы близких людей и друзей дают нам уют и сил, и напоминают, что мы не одни. Дорогие друзья, спасибо, что вы молитесь друг за друга. Верьте, что за вас молятся, когда вам трудно. Молитесь за других, когда вас просят. И поддерживайте друг друга в трудных ситуациях. В этой главе, восьмой, я описываю моменты тяжёлые, очень тяжёлые моменты, когда мне горожить сын не будет, а он лежит, улыбается. И как-то вот именно вот эти улыбки, это были знаки от Бога, что всё будет хорошо. Это Бог со мной разговаривал и обнимал меня просто без слов. Это было, с одной стороны, очень тяжёлое время в жизни, с другой стороны, Бог был очень близко. В восьмой главе, вот подзаголовок такой, незначительные вещи могут принести нам большие радости. Как я уже сказала, что когда у нас в жизни всё хорошо, мы не ценим то, что у нас хорошо, мы не ценим то, что мы имеем. Я недавно написала, ну, недавно, 7 лет назад написала стих, который я назвала «Чудо». Я его, наверное, сейчас и прочитаю, чтобы как-то немножко сделать нам, отдохнуть немножко. Я его назвала «Чудо», и в этом стихе я пишу о том, что мы часто не ценим то, что мы имеем, пока мы не потеряем. Стих «Чудо». Почему-то в этом мире иногда всё наоборот. Ждём чудес мы свыше и не замечаем, что оно вот. Чудо рядом с нами, чудо живёт в нас. Чудо окружает нас в жизни каждый час. Но мы не замечаем, привыкли мы к себе, к любимым детям, к мужу, к работе, к суете. Всё кажется простым нам, всё кажется бытиём. Как будто так и надо, дышим и живём. Ничего нас не удивляет и сильно не страшит. Здоровье, силы, деньги знаем, что Бог дарит. Не видим мы в этом чудо, как будто должен Бог. Здоровье, счастье, благо принимаем, как должно. Пока всё хорошо у нас, не знаем мы беды, не понимаем бедных, больных и кто в тюрьме. Хочу я поделиться, что в жизни поняла, что чудо – это жизнь моя, здоровье и глаза. Ум здравый – это чудо. Могу ходить – ура! Язык имею, губы, могу говорить слова. Не болит у меня сердце, вот это чудеса. Здоровы мои дети, прекрасны их глаза. Во всём я вижу чудо. Я не заслужила ничего. Ничего мне Бог не должен. Мне в жизни просто, крупно повезло. Повезло, что слышу птиц я пение, что вижу небо каждый день. В тиши могу склонить колени и обнять любимых мне детей. Чудо, что я могу работать, ходить в собрания, слушать, петь, что могу ездить на машине и быть нормальной среди людей. Большое чудо – быть любимой, иметь родителей, друзей. Большое чудо – быть хранимой самим Создателем людей. Но не всегда мы замечаем, что чудо окружает нас. Мы недовольны, унываем и что-то беспокоит нас. Благодарить мы Бога забываем, ведь чудо не просили мы. Все это получили даром, хоть и не заслужили мы. Подарок от Творца Вселенной. Подарок просто, без заслуг. Нам повезло, благословение окружает нас, и нет недуг. А давайте мы посмотрим на жизнь с обратной стороны, где нету чуда, только стоны, моленья, вопли и посты. Лежит голодный. Это чудо? Сидит слепой. Заслужил ли он? Ромой с рождения. Почему же? Рожден без ног. Почему же он? Чем мы лучше этих бедных? Почему жеребий у них другой? Но и их жизнь – тоже чудо, и их дыхание – дар благой. Хоть с недостатком, но и они чудо. По воле Бога они живут, Бог их точно так же любит, но награда за них будет другой. Бог им воздастся, их терпение, их не оставит никогда. Хоть непонятны им мучения, их жизнь кажется нам пуста. Трепещет в сердце, когда слышишь, как славят Бога они за то, что есть, напоминая нам ценить жизнь, ценить здоровье и людей, благодарить Бога за десять пальцев, за нос и зрячие глаза, за уши, печень, зубы, сердце и за окружающие чудеса. Я и ты – мы Божье чудо, мы чудо из больших чудес, не надо большего ждать, люди, мы чудо, чудо из чудес. Следующая глава моей книги девятая называется так, под заголовок тем большой. «Столкнувшись с горем, мы начинаем лучше понимать и ценить все чудеса, которые врачи и медсестры совершают каждый день». А когда ты не бываешь в госпитале, особенно там, где долго находятся тяжело больные люди, больные раком, когда ты не столкнуешься с этим, ты даже не задумаешься. Можешь даже никогда не знать, что там происходит. Десятая глава у нас здесь такой под заголовок. «Жизненный опыт делает нас сильнее, мудрее и терпеливее. Будь благодарным и не сердись». Хочу сказать, дорогие друзья, что когда вы проходите огненное испытание в жизни, вы не думаете о том, а что же это, что же будет дальше, для чего это, и что я выучу из этого момента, и как оно поменяет меня в жизни. Может, кто-то так и думает, но я в 33 года так не думала. Только сегодня, когда уже 7-8 лет спустя, я оборачиваюсь назад и вижу все в хорошем, в хорошем свете, вижу все это, обернулось мне в пользу. Это огненное испытание делает нас сильнее, мудрее. Мы начинаем чувствовать боль другого человека, мы видим, как нам помогали, также и мы начинаем помогать другим, даже элементарным, отвезти кому-то кушать, кого умер родственник, или кому тяжело. Кто-то работает, не успевает, а кто-то дома. И очень хорошо, когда женщины могут служить друг другу, потому что, хоть мы, можно сказать, и некровные родственники, но те, кто верит в Иисуса Христа, в Бога, мы все сроднены кровью Иисуса Христа. И у меня был опыт, когда я находилась в Калифорнии, вдалеке от семьи, и мой сын уже был, он перенес операцию в открытом сердце, и он был на очереди пересадки сердца, и мне позвонила чужая женщина, с которой я только один раз, до этого разговаривала по телефону, потому что я работала в русской школе, и у меня были вопросы. Она была директором в школе в Модеста, это Нина Юдин, и когда она услышала от моей свекрови, что я в Калифорнии с сыном, а мой муж с детьми остался в Ванкувере, она мне позвонила, говорит, я хочу приехать и проведать, и я Нину никогда не знала, не видела, но когда она зашла в госпиталь, когда я первый раз увидела, вот сердце просто вот забилось, и это был момент, когда я почувствовала, что такое быть с родинами крови Иисуса Христа, мы верующие, мы не знаем друг друга, но мы верим в того же Бога, кто есть любовь, и мы умеем любить, мы умеем посетить больного, голодного, того, кто в тюрьме, очень благодарна, и хочу сказать, что если, я думаю, многие люди уже видели и знали, обычно в церквях, в русских магазинах лежат газеты «Славянская семья», и я уже тоже набралась смелости, вот, примерно, кажется, с мая я пишу статью в газете «Славянская семья», ну вот, если вы будете смотреть по такой страничке, это «Открытое сердце», вот особенно последняя статья у меня была «Польза от огненных испытаний», и звучит оно как-то непонятно, какая же может быть польза от огненных испытаний, потому что огненные испытания это что-то страшное, ужасное, как я часто называю, это поход через ад, но я сегодня вижу большую пользу из этих огненных испытаний, и хочу ободрить тех, кто проходит трудности в жизни, не всегда так будет, выходит солнце из-за туч, всё наладится, всё наладится, только верьте, надейтесь и ждите, и на всё смотрите с позитивом, старайтесь жить, дорогие друзья, недавно на одной из женских конференций я говорила о том, что умей улыбаться сквозь слёзы, потому что когда ты проходишь трудности, а у тебя муж дома, дети, они очень сильно нуждаются в твоей улыбке, когда мама в депрессии и месяцами не улыбается, кому хочется быть возле такого человека? Никому, дорогие друзья, когда вы проходите трудности, набирайтесь силы, терпения и умейте улыбаться сквозь слёзы. Газета «Славянская семья». Каждый месяц я пишу туда стыть. Последняя статья, которая вышла только два дня назад, называется «Как открыть своё сердце, чтобы получить душевное исцеление?» Потому что очень часто люди прячут свою боль, далеко зарывают и не хотят её шевелить. Но при малейшем же возможности, при малейшем же неаккуратном слове, эта рана может кровоточить, и её надо исцелить, надо разбираться в своей душе и надо находить ответы на свои вопросы. Также, если вы хотите больше услышать тему, на которой я говорю на женских конференциях или здесь на радио, посетите мой Facebook, у меня есть Business Page, там все наши записи, YouTube-канал, у меня есть всё, я делаю всё сегодня на русском и на английском языке. У меня есть YouTube-канал и русская страничка, и английская страничка, так и называется Олга Нищенко, у меня есть Facebook Business Page, Олга Нищенко Открытое Сердце и Олга Нищенко The Open Heart, где я тоже веду всё и на русском, и на английском, также на сайте у меня всё и на русском, и на английском. Почему? Потому что у меня дети-подростки, которые уже не очень хорошо говорят на русском языке, но я хочу, чтобы они знали историю своей семьи и чтобы они были частью того, что я делаю, поэтому я тоже стараюсь, много чего делать на английском языке. Следующая глава у нас, глава 11, такой подзаголовок, каждый нуждается в счастье, уделяйте время, чтобы делать счастливыми себя и других. И это, опять же, я повторяю, даже если вы проходите трудности, и я знаю, сегодня проходят трудности очень много людей. Многие об этом молчат, многие не хотят об этом даже говорить, потому что знают, что их не поймут. Но я хочу напомнить, что делайте время для счастья, даже когда вам больно, уделяйте время семье, выезжайте куда-то, сделайте себе приятно, потому что надо продолжать жить, пока вы проходите трудности, но всегда выходит солнце из-за туч, все исправится, все наладится. 12 глава, подзаголовок такой, семья, в которой все заботятся друг о друге, это драгоценный подарок от Бога. Знаете, когда уже мы прошли это огненное испытание, когда я писала мою книгу, я узнала вот такую страшную статистику, что когда в семье рождается больной ребенок, в первые две недели из-за вот этой истерики, депрессии, слез и непонимания друг друга, 65% браков рушатся, просто рушатся. И я так думаю, почему? Потому что муж, он скала, он заженул горой, он должен все исправить, но когда он не может ничего сделать с вот этими слезами, депрессией жены, которая вот уходит в себя, закрывается, которая в ужасе живет, часто начинаются ссоры в доме, многие семьи рушатся. И в течение еще шести месяцев доходит до 80%. Семьи рушатся, когда происходит горе. И я свидетель этому, я много лично здесь у нас в Ванкувере этого видела и слышала. И хочу сказать, что семья, в которой все заботятся друг о друге, которые не бросят тебя в трудный момент, когда ты, жена, проходишь трудности, и муж закатывает рукава, начинает готовить кушать, мыть полы, делать с детьми домашние задания и обнимать тебя, когда тебе трудно, и выслушивать тебя без слез. Это огромный подарок от Бога. Огромный подарок от Бога находиться в семье, где тебя любят, ценят и понимают, так что, дорогие друзья, если у вас все хорошо, цените свою семью и каждый день благодарите Бога, что у вас все хорошо, потому что не всегда так будет, не всегда все будет хорошо. Сохранить Божие, чтобы всегда было все хорошо, но люди умирают, люди разбиваются в авариях, бывают, случаются страшные ситуации в жизни, мы теряем то, что есть, и как часто люди жалеют. Я вам напоминаю, цените то, что имеете, и благодарите Бога за каждую минуту благословенной жизни. Глава 13 в моей книге «Пазл Алеши» «Бог» — это личный опыт. Чем больше мы учимся, тем больше мы понимаем и себя, и Бога. И было время, когда в один из дней я просто вот просто как палилась. Вот я вот писала все уроки жизни, все, что я поняла в это время, потому что я часто говорила, за 7 месяцев болезни сына я выучила жизни больше, чем за мои 33 года в то время. И один из моих уроков был такой, что когда ты сделаешь шаг к Богу, Он сделает к тебе два. А Бог не будет тебя заставлять служить Ему насильно. Бог ждет твоего открытое сердце, Бог ждет, чтобы ты его жаждал, чтобы ты его искал, и Он будет тебе открываться. Он открывается жаждущему сердцу. Он начинает говорить с тем, кто умеет слушать, кто готов слышать Его голос. Я поняла, что Бог помогал мне через людей, Бог говорил со мной через людей, через птиц, через природу, через Слово Его. Бог прекрасен, когда ты научишься, когда ты Его найдешь, когда ты научишься слышать Его голос и видеть Его лицо, не видя Его. И это опять один из моих уроков, то, что трудности в жизни нас очень сильно закаляют и приближают к Богу по-особенному. Глава 14 в моей главе. Мы должны уважать мнение нашего супруга в принятии важных решений, даже если мы полностью с ним не согласны. Никто не может сказать нам, что делать, кроме нас самих. Именно в этой главе я описываю то, что врачи пришли нам и сказали. Сын уже перенес одну операцию. Мы так надеялись, ему стало лучше, он опять взял грудь, он рос хотя бы, он месяц находился в коме после операции. Это было страшное время. Это было страшное время, и когда я начала видеть жизнь с обратной стороны, когда ко мне подошла женщина и говорит, ты посмотри на твою ситуацию с другой стороны, не жалей себя, почему у меня такое случилось, за что у меня такое наказание. Она говорит, ты понимаешь, что этот ребенок тебя выбрал, ты понимаешь, что Бог именно тебя выбрал, потому что он знал, что ты будешь сильной, ты будешь мужественной, ты дашь ему все шансы на жизнь. Я научилась на каждую ситуацию смотреть с позитивной стороны, не ныть, а благодарить Бога, что еще не хуже, а так. И в этой главе я описываю то, что нам пришли, сказали, что сердце у ребенка слабеет, он не будет жить, он не перенесет второй операцию, которая была по плану, а у вас есть два выбора, или отключать лекарства и дать ребенку умереть, или же вести его на пересадку сердца. Дорогие друзья, если бы вам сказали вот такие слова, что бы вы выбрали, легкий ли это выбор, или это два ужасных выбора, в которых вам не хочется ни то, ни другое, но вам надо что-то ответить этим врачам, и вам еще надо это согласовать с вашим мужем, и даже если я не согласна, а муж хочет, я должна ему уступить и сказать, дорогой, это же твой ребенок тоже, я говорила, мне уже нету сил, но я послушаю тебя, мой муж, он до последнего говорил, мы должны дать ему все шансы на жизнь, хоть я уже часто сдавала, у меня было высокое давление, мне нервы не выдерживали, я думала, что я не выдержу вот этого всего, и вот именно здесь пишется то, что мы должны уважать мнение нашего супруга, и давать ему возможность сделать те решения, которые он считает нужным, даже если вы с этим не согласны, в таких ситуациях вам никто не может сказать, что делать, как поступить, иногда люди дают советы, а ты же понимаешь, что ты меня не понимаешь, о чем ты говоришь, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, ты не знаешь, через что я прохожу, были люди, которые в то время, когда мы проходили это страшное время, сидели и решали, а грех ли переливание крови, а грех ли пересадка сердца, это тяжелые вопросы, а были люди, которые мне говорили, Оля, а что тебе терять, делай все возможное, дай сыну все шансы на жизнь, хоть тебе придется оставить мужа и семью на год, поезжай с сыном, дай ему все шансы на жизнь, чтобы тебя совесть не мучила, дорогие друзья, жизнь нелегкая и приходится с нею бороться, никогда не сдавайтесь. В пятнадцатой главе у меня подзаголовок такой, в тяжелые моменты постарайтесь найти за что поблагодарить Бога и вам станет легче. Я уже немало в этом говорила, что в любой ситуации я старалась находить самое лучшее, за что я могла поблагодарить Бога. Вот, например, я находилась в городе Пало-Алто с ребенком в больнице Стэнфорд, где я была одна одиношенька, без машины и меня окружали совершенно чужие люди и там я столкнулась с людьми, которые приходили просто бесплатно делали нам массаж во имя Иисуса Христа, которые приезжали и возили нас в магазин, чтобы мы могли купить продукты. И знаете, я никогда не знала этих людей. У меня сын умирал, у меня была жизнь и у него он на волоске. Но я благодарила Бога со слезами за этих людей, которые были рядом, которые за меня молились, которые делали мне приятно. А находясь в Калифорнии, я тоже попала в госпиталь и моя жизнь была на волоске. Но я очень сильно благодарила Бога за медсестру, которая окутала меня теплым одеялом, вывезла в инвалидную к этому кресту, в мою машину, разрешила мне эти простыни взять с собой теплые, чтобы я не замерзла в машине. Я так благодарила Бога за ничего, за докторов, которые мне помогали. вместо того, что это был день операции сына, я не смогла быть рядом с ним, потому что моё здоровье сдавало из-за всего стресса. У меня открылось страшное кротечение, моя жизнь была на волоске. И думаешь, куда ещё хуже. Но в таких моментах мы должны очень сильно всегда, дорогие друзья, благодарить Бога. Шестнадцатая глава под заголовок такой, мы глина в руках Божьих. Он формирует нас так, как считает нужным. Был момент, когда я просто открыла Библию и прочитала стих. «Ибо я знаю планы о тебе, прежде чем я образовал тебя, я уже знал тебя». И я поняла, что Бог знал будущее моего сына, жизнь его запланирована. И Бог знает первый и последний день. И тот был день, когда я сказала, «Господи, я сдаюсь, делай, что хочешь». Я поняла, что я глина в руках Божьих. И вот что-то не делай. Да, мы молились, мы верили, но всё равно я поняла, что будет то, что предназначил Бог. Это был момент, когда я просто сдалась. Я говорю, «Господи, я сдаюсь, я перестаю бороться, делай, что тебе надо». И я чувствовала, что это был день, знаете, как говорят, перерождения твоего. Я чувствовала, когда меня вот как будто втоптали в землю. Ещё вот так ногой протёрли, втоптали туда. С тебя ничего не осталось. И мы глина, дорогие друзья, мы глина в руках Божьих. И он нас формирует, как он считает нужным. И иногда это очень больно. Но из нас потом выходит огромный красивый сосуд чести. Помните об этом. И учитесь иногда просто сдаваться. Говорить, «Боже, я сдаюсь, я сделала всё, что я могла. Теперь ты делай то, что ты считаешь нужным». Конечно, всегда лучше быть всегда послушными Богу, уметь давать Ему возможность работать в нашей жизни сразу. Но у меня это заняло долгое время. В 17 главе у меня под заголовок такой. «Бог разговаривает с нами через ветер и облака, через деревья и цветы, через солнце и радугу и через людей. Это Его прекрасные дары к нам, людям». Чтобы читать мою книгу, вы увидите, здесь есть такая фотография «Два ангела на небе». Это когда мой муж и дети, через две недели, когда я уехала в Калифорнию с сыном, они ехали меня проведать. И моя дочь просто фотографировала природу облака, и она сфотографировала на небе два ангела в форме облаков. Я свидетель, вы это увидите в моей книге. И знаете, когда я увидела эту фотографию, я говорю, «Господи, ты так рядом, ты так рядом, ты даже через облака показываешь, что ты рядом. Хоть нам так тяжело, но я знаю, что ты знаешь, что нам тяжело, и ты нас проводишь через это по причине, и сегодня я за всё благодарна Богу, что Он нас через это провёл». В 18 главе под заголовок такой «Бог не допускает больше, чем мы сможем понести». Дорогие друзья, хоть вам кажется, это уже вам не под силу, куда ещё хуже, но, поверьте, вы сможете всё пройти, вы сильнее, чем вы думаете, и Бог вам не даст больше, чем вы сможете снести. Я всё прошла и осталась жива, и живу, и дышу, и умею радоваться жизни сегодня. Я вам живой пример, и поэтому я и оставляю вам мою книгу, написала это всё, чтобы показать, что люди проходят страшное в жизни, но можно продолжать жить, можно найти это душевное исцеление, и можно быть исцелением для других людей. 20 глава под заголовок такой «Мы верим в чудеса, даже если у нас очень маленький шанс на удачу». Это был момент, когда нам уже всячески доктора спасали нашего сына, и им пришлось сказать, что мы сделали всё, он умирает. когда я услышала эту весть, честно вам скажу, я до последнего верила, что Бог его исцелит, до последнего. Но сын умер, Бог забрал его. Вера с нами всегда, вера – это очень сильное чувство. Ещё хочу поделиться тем, что я очень сильно боялась смерти, и об этом описываю, какие ужасы я пережила в детстве после похорон тёти, я очень сильно, я просто была травмирована этим. Я не знала, как я встречу смерть моего сына, но Бог дал огромное спокойствие, огромное спокойствие. Бог был очень рядом. И именно эту неделю, когда Он забрал нашего сына, Бог пришёл в больших чудесах. И эти все чудеса, я описываю в книге, я просто не могла молчать, потому что Бог был настолько реально, настолько реально, настолько реально. об этом я сейчас не буду рассказывать, но вы это можете всё прочитать в 20-й главе. В 21-й главе у меня подзаголовок такой «Жизнь драгоценна, но все встретятся со смертью, это только вопрос времени, когда». Так что, дорогие друзья, вам не миновать смерти, если вы только не будете Енохом или кто там ещё, или я, которые поднялись на небо, не умирая, то надо быть большими-большими праведниками, чтобы не встретиться со смертью. Все встречаются со смертью. И скажу вам одно, научитесь жить так, чтобы у гроба о вас говорили хорошие вещи, потому что то, что говорят о вас на земле, слушает небо. По этим же словам будет судить Бог вас на его суде, все встретятся перед Богом на суде праведном и проживите жизнь так, чтобы вам не было страшно умереть, чтобы вы с радостью переходили в новый мир. Бог живой, есть иной мир, есть жизнь за гробом, да, есть жизнь за гробом. И почему бояться смерти? Тот, кто не грешит, тот, кто любит Бога, тот, кто живёт правильно, правильно, не будет бояться умереть. А как жить правильно, нас учит книга жизни, а это Библия. 22 глава под заголовок такое «Жизнь непредсказуемая, независимо от того, что происходит, мы должны продолжать жизнь». В этой главе я описываю, как мы прожили первый месяц, два, три после похорон сына, как в течение первой недели каждый вечер к нам приезжали знакомые, друзья, привозили нам еду, цветы, подарки, нам привозили багажниками еду. Это просто такие чудеса. Бог нас так окружил любовью, друзей в это время, когда нам было трудно. И хоть больно, хоть ты плачешь, но ты должен контролировать себя, жизнь не останавливается, ты не можешь закрыться в комнате и рыдать днями и ночами. Тебе надо жить, тебе надо дарить улыбку детям, мужу, тебе надо вставать, кормить их, готовить, кушать. Тебе надо продолжать жить, тебе надо справиться с тем одежда сына, его фотографии, его видео, что ты будешь дальше делать, как ты будешь получать твое исцеление. Вот именно в этой главе я все это описываю, как с этим встретились наши дети, какие они вопросы спрашивали, как мы им отвечали, как мы с мужем утешали друг друга, как мы иногда выслушивали друг друга, иногда просто говорили хватит, перестань, все позади, нам надо жить. Я тоже в то время сделала четыре, кажется, книжечки таких с фотографиями сына с небольшими историями, и именно в первую же неделю я их всех отправила в госпиталя, где был мой сын, его и частью из Стэнфорд, и в Роно Мэкдонелл Хаус, и в Портленде, и в Калифорнии. Я просто хотела ободрить тех родителей, которые сталкиваются с тем, с чем столкнулась я. Не у всех заканчивается ситуация благополучно, и я хотела сказать, что если вам трудно, вы не одни, я вас понимаю, все наладится, продолжайте жить. В 23 главе я описываю о том, что помогая другим мы залечиваем рану свою. Я описываю здесь, как залечилась моя рана, как я начала свидетельствовать на женских конференциях, то, что в трудные моменты у нас Бог несет на руках. Как я пошла на работу, мне Бог дал работу, работать с мамами, с грудными детьми. Я думала, что я никогда не смогу взять другого ребенка на руки, но именно туда меня Бог послал. И как я помогала мамам, и со здоровыми детьми, и с больными, и именно так, когда я помогала, залечилась моя рана. Так что очень часто, когда мы проходим трудности, мы начинаем помогать другим людям. В 24-й главе я пишу о том, что встретиться со своей проблемой и победи ее. Очень часто мы боимся чего-то в жизни, избегаем. Я боялась взять чужого ребенка на руки, но я знала, что мне надо победить этот страх. И я здесь описываю, как я позвонила моей сестре, она родила. И вместо того, чтобы избегать этого ребенка, избегать моей семьи, я ей говорю, я хочу взять его на руки, я хочу выплакаться, я не хочу, чтобы видела это моя семья. И когда мы встретились, когда я взяла его на руки, я даже не заплакала, потому что он не был похож на моему сына. Но я столкнулась с этим страхом, я поборола, и потом я работала именно с младенцами. В 25-й главе я пишу о том, что у Бога есть на все свои времена и сроки. Мы должны Ему верить и должны потому что Бог контролирует всем. Верьте вы этому, не верьте. Он контролирует нами и нашей жизнью. В 26-й главе я пишу, что вам придется решить для себя ценности других людей не всегда могут быть вашими ценностями. Именно в этом я описываю, как мы по-новому узнали Бога, как мы узнали, что у нас еврейские корни, как мы поменяли многое в жизни своей. И сегодня я не боюсь того, что обо мне скажут люди. я боюсь того, что обо мне скажет Бог. И я всех вас призываю, дорогие друзья, живите для себя, живите ради Бога, живите ради счастья, наслаждайтесь жизнью, поступайте так, как вы понимаете. Очень важно быть довольным всем. Не будьте в какой-то коробке, клеткой, руководимы кем-то и жить в удовольствии для кого-то, кому-то угождать. Живите в свое удовольствие, благодарите Бога за каждую секунду жизни, потому что жизнь прекрасна. И прекрасно жить, когда вы смелы, когда вы умеете наслаждаться жизнью, когда вы не боитесь высказать свое мнение, когда вы ищете правды, когда вы поступаете так, как вы считаете правильным. И в конце моей книги я обращаюсь к читателю, и я затрагиваю 13 вопросов. Первый, как пережить потери близкого, любимого человека? Второй, можем ли мы доверять врачам? Третий, сделали бы мы тот же выбор, если бы у нас не было медицинской страховки. Четвертый, а что если я сильно боюсь смерти? Пятый, а что если мы сделаем неправильный выбор? Шестой вопрос, изменится ли моя жизнь после смерти близкого мне человека? Седьмой, как я могу продолжать любить Бога после такого испытания? Восьмой, как справляться со стрессом? Девятый, можем ли мы контролировать чью-то жизнь? Десятый, как помнить своих близких, которых уже нет с нами? Одиннадцатый, что делать, когда врачи не дают шансов на жизнь нашим близким? Двенадцатый вопрос, что делать, если окружающие люди не понимают меня и делают мне больно? Тринадцатый вопрос, как потеря близкого человека может повлиять на нас? И четырнадцатый, я здесь написала, что нам надо продолжать жить и поделилась стихом «Чудо», который я сегодня прочитала немножко раньше. Друзья, дорогие, наша передача подходит к концу. Книгу «Пазл Алеши» вы можете приобрести на Amazon.com, напечатав поиски английскими буквами Олга Нищенко. Вы можете купить эту книгу на моем сайте «Олга Нищенко.com». Если вы живете в Портленде, Ванкувере, вы можете приобрести эту книгу в магазине «Книжном Персида» и в русских магазинах «Кастроном» и «Премьер». И также вы можете позвонить мне лично «Олга Нищенко.com». Это специальная страничка «Поддержка в трудных ситуациях». Вы можете много прослушать на моем YouTube-канале эти свидетельства, которые делятся люди здесь на моей передаче. Все, что мы делаем, это чтобы поддержать вас, дорогие друзья, в вашей трудной ситуации. Всем хорошего дня. А сейчас я включу небольшую рекламу о нашей книге и будем с вами прощаться. Всего вам хорошего. Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги Ольга Нищенко. Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга. И пройдя тяжелые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360 521 92 40. Книга также издана на английском языке. The Puzzle of Elijah «Персида» 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 «Персида»